Наша республика имеет выгодное географическое положение, расположено в центре европейской части на пересечении важнейших железнодорожных, водных, автомобильных магистралей, заявил министр транспорта Михаил Янковский на заседании Кабинета министров. По его словам, состояние и уровень развития транспортной системы должны обеспечивать базовые условия для жизнедеятельности и экономики в целом. Как будет развиваться транспортная система в республике с 2013 по 2020 годы, обсуждали сегодня в Думе правительства. В приоритете строительство современных автомобильных дорог и безопасность людей, то есть сокращение ДТП. Так сказано в программе развития транспортной системы в Чувашии. Первая программа – это республиканская целевая программа модернизации и развития автомобильных дорог Чувашской республики на 60-е годы с прогнозом до 2025 года. Программой определены такие показатели, как развитие дорожной сети в километрах общей протяженности на 2025 годы составляет 689 километров, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в процентах, соединение сельских населенных пунктов автодорог с твердым покрытием в размере 100%. А по сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий ожидаем сокращение в 2020 году на 199 человек по сравнению с сегодняшними 265 количеством погибших. Сегодня в республике ежедневно проходит регистрацию около 70 автомобилей. Из года мети цифры, скорее всего, будут только увеличиваться. Частный автопарк становится больше, и пропускная способность дорог республики должна соответствовать. Но как именно эта задача будет решаться, министр транспорта не уточнил. Похоже, вопрос о строительстве высокоскоростной магистрали тоже застиг его врасплох. Есть поручения по отводу земельных участков и так далее. Я понимаю, что финансирование будет федеральное, но я в программе не увидел вообще никоим образом, как касается Чувашской республики. Ни по транспорту, ни по дорогам. С чем это связано? То есть мы участвуем или не участвуем? Иван Борисович, действительно в этой программе, которую я докладывал, пока эти моменты не отражены, так как идет взаимодействие с железной дорогой по восстанованию инвестиций. И прогнозные цифры, которые будут действительно отражаться и в наших показателях, они на сегодняшний день до конца еще не были. Я сейчас даже не о цифрах говорю, а о намерениях говорю. Если мы для себя ставим этот план, да, вот работы, мы его ставим. Вы в рабочей группе участвуете, совещание проводили, вы езжали в Москву, в Нижний, мы давали земельные участки, обсуждаем, где там остановка этого поезда пройдет, да. А в программе, вот как ориентир для работы, мы об этом вообще не упоминаем. То есть это правильный подход? Программу отправили на доработку до следующего заседания Кабинета министров. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.